Они вышвырнули меня на улицу и заставили встречать российские танки. Мария Герман из села Шестовицы Черниговской области рассказала, как захватчики издевались над местными жителями. Когда украинские военные выгнали оккупантов из села, женщина зашла в свой дом и не узнала его. Мы не ждали, не гадали, что они к нам придут. Мы выходим на улицу. Соседка Валя, что живет напротив, кричит «Маша, танки русские в селе!» Говорю, может, наши, а она нет, русские. Окупанты, когда заехали, мы не спали больше ни днем, ни ночью. Вся улица была забита их танками, БТРами. Их тут миллион был. Ходили по дворам, в дома заселялись. Они здесь хорошо пристроились. Между домами танки свои поставили БТРы. Сына моего пытали. Один российский солдат говорит другому, давай его расстреляем. Я услышала это. Соседка меня не пускает, я же плачу. Потом этот российский солдат зашел в дом. Я говорю ему, отпусти сына, я тебя прошу. Если тебе нужно кого-то убить, стреляй в меня. Но его отпусти. У него жена умерла, трое детей с сиротами остались. Говорю этому солдату, я сейчас перед тобой на колени встану. А сама думаю, у меня же колено больное, я сейчас встану. А он меня как лупанет. Он меня оттолкнул, говорит, не надо. Я ему целовала его вонючие руки. Он говорит мне, это не я решаю, убивать или нет. Я за тот день посидела. Проходит минут сорок. Они приводят сына и говорят, под вашу ответственность, чтобы даже в туалет не выходил никуда. Забрали у нас у всех телефоны. Месяц мы сидели в оккупации. 28 марта выдохнули. Наши военные не могли по ним стрелять, пока они в селе стояли. А когда они в лес перешли, так наши ребята начали их гонять. Последние три дня хорошо по ним стреляли, и те начали убегать. Чего я хочу? Чтобы скорее закончилась война. Больше ничего не хочу. Они меня обокрали, кастрюлю простреливали. А младший сын говорит, мама, не расстраивайся. Все наживное, лишь бы был мир. И я этого хочу. Лишь бы был мир. Больше ничего не хочу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова